Скажите, пожалуйста, все эти меры, совместно с федеральными и с ранее принятыми, достаточны или нет? На сегодняшний момент этих мер достаточно. Достаточно. Я услышал ваш ответ. Будьте довольны. Че вы недовольны там? Вам все достаточно. Друзья, всем привет. Меня зовут Николай Бондаренко, а вы на YouTube-канале Дневник Депутата. В Саратской областной думе прошло настолько мерзкое заседание, на нем правительство обсуждало очередные меры поддержки, которые оно якобы в адрес населения и малого бизнеса с легкой своей барской руки направляет. Это ничтожные меры поддержки. Они вообще ничего не меняют. Но мнение правительства запредельно зашкаливает по уровню своего цинизма. Вы сейчас все это услышите. Это просто идиотизм. Это вот продолжение Натальи Юрьевны Соколовой, что макарошки всегда стоят одинаково. Ольги Глацких, что государство не просило вас рожать. Всех этих набивов с пенсиями маленькими, которые только у алкашей, алкоголиков. Вот это вот следующий этап. Смотрите, я в шоке. Жизнь, пожалуйста, вот эти новые меры совместно с этими, значит, федеральными мерами поддержки, которых вы постоянно кичитесь и хвастаетесь, вместе с предыдущими пакетами, которые ваше правительство предлагало, и пакеты, которые были приняты. Все это в целом позволяет малому бизнесу отвечать по вызовам, которые сейчас им диктует это кризисное время. Можете ли вы сказать, что теперь после вот всех этих инициатив они не забанкротятся, или хотя бы у них есть, значит, вероятность остаться на плаву? Или все-таки эти меры поддержки недостаточные, не позволяют, да, значит, действительно серьезно изменить их положение, о чем мы здесь постоянно говорим? Или все-таки эти меры поддержки формальные и делаются для галочки, на самом деле не изменив реальной ситуации? Скажите, пожалуйста, все эти меры совместно с федеральными и ранее принятыми достаточные или нет? Правительство области продолжает в ежедневном режиме работу по выработке законопроектов. И мы готовим третий пакет законопроектов, который будет исходить из действующей ситуации. В настоящее время есть все возможности воспользоваться теми мерами поддержки, которые утверждены уже и вступили в законную силу. Еще раз, значит, мы, как оппозиция, заявляем, что действия властей недостаточные, что тот пакет антикризисный не позволяет бизнесу, гражданам и всем пострадавшим решить свои проблемы. Я вам задал конкретный вопрос. Как вы считаете, достаточно или нет? Вы мне говорите, будет принят третий закон. Да хорошо, что он будет принят. Еще раз задаю вам прямой вопрос. Раз, я так понимаю, будет принят третий пакет, значит, пока действия недостаточные, ответьте мне прямо на вопрос. Те меры, которые вы принимаете совместно с ранитыми мерами, совместно с федеральными, могут дать гарантии бизнесу, что он может остаться на плаву? Или все-таки это недостаточно, и они забанкротятся? Не надо уходить, пожалуйста, от ответа и рассказывать про свои дальнейшие планы. Я спрашиваю вас про текущую ситуацию, про конкретные инициативы, которые вы сейчас выносите на наш суд, за которые мы должны голосовать. Мы хотим понять, это решит вопрос или не решит. Ответьте прямо. Значит, я еще раз прямо отвечаю вам, что данный законопроект, который мы сейчас рассматриваем, не надо его распаляться и включать сюда все вообще инициативы, которые где-либо применяются. Мы сейчас рассматриваем конкретный законопроект, и давайте его обсуждать. Безусловно, то, что мы сейчас рассматриваем, освобождение от налога на имущество, в любом случае полезно для любого бизнеса. Понятно, достаточно или нет. Уважаемые коллеги. Я вам еще раз повторяю, исходя из ситуации, эти меры будут дополняться. На сегодняшний момент этих мер достаточно. Достаточно одной таблетки. Достаточно. Я услышал ваш ответ. Будьте довольны. Что вы недовольны там? Вам все достаточно. Конечно, что говорить, мер недостаточно. И кто-то с этим спорит. И какой предприниматель даже и в лучшие времена откажется от налоговых послаблений. Подождите, в смысле недостаточно? Все достаточно. Вам министр сейчас озвучила позицию правительства. Поэтому все, кто нас сейчас, нашу трансляцию смотрят, все, кто будут смотреть после этого по ютубу, в Саратовской области, везде, это позиция власти. Все достаточно. Нечего возмущаться. Вам нечем платить зарплаты работникам. Не надо жаловаться. Вам правительство меры обеспечило. Вам не на что на карантине жить. Вам правительство обеспечило меры. Все достаточно, сказали. Вот это я понимаю, да? Вот знаете, было в России время тяжелее. Но подлее времени еще не было. Это насколько же нужно быть бессовестными, бесхребетными. Вас даже людьми назвать нельзя. Вы не можете в элементарную тяжелую ситуацию людям сказать, ну соврите, я же знаю, вы умеете врать. Скажите, доходы на нефть упали. Скажите, санкции. Вы же привыкли на это ссылаться. На какие-то третьи страны, Украину с Америкой обвините. Вы что, хотите голодных уговорить в том, что они сытые, что ли? Меры поддержки вашей достаточны. Это плевок в лицо. Это посмешище на всю международную арену. Вы издеваетесь над собственным населением. Вы скопили за много лет такие богатства в фонде национального благостояния, что вот их было бы достаточно, а вы из них ничего не выделив сказали, радуйтесь тому, что есть. Я вам расскажу вот эту позицию, которую вы сейчас нам тут озвучиваете. Не переживайте, мы будем дорабатывать эти меры, мы будем новые законы делать. Да вам скоро некому будет делать. Вам просто, вы не успеете их сделать. Вы когда хотите, через полгода что ли их сделать? Вы когда тут, значит, господа из Единой России планируете это реализовывать? Там, за окном, за стенами нашего парламента, сотни тысяч людей, миллионы людей страдают сейчас. Им поддержка нужна сейчас. А вы говорите, что она достаточно, а потом мы доработаем новые меры поддержки и примем. Вы когда собираетесь это делать-то? Или вы думаете, у вас две жизни что ли у всех здесь, а? Или вы считаете, там до последнего люди терпеть что ли будут, а? Вы посмотрите, что сейчас произошло во Владикавказе. Вы посмотрите сейчас, как начинает бурлить вся страна. Вы щелкаете по носу людей. Вы щелкаете и говорите, что вы бесстрашны, вы бессмертны, что вам ничего за это не будет. Никакой ответственности вы за это не понесете. Да вы все ошибаетесь. Да вы все настолько сейчас просчитались и прогадали, что вы завтра жалеть будете об этих решениях. И вот это заявление министра, профильного министра, министра экономического развития, который выражает позицию правительства, с заявлением, да, эти меры достаточные. Это все просто так не сойдет. Вот именно эти заявления, аналогичные, являются спусковыми крючками, является вот эта точка кипения для людей, которые до этого момента готовы были терпеть. Но такие оскорбления, такие плевки, я думаю, что стерпит не каждый. Уважаемый депутат Бондаренко Николай Николаевич, председатель, что есть на заседании областной думе в праве, в случае нарушения правил депутатской этики, на основании статьи 116, часть 2, вынести вам предупреждение. Как раздражать людей, дамы и господа. Слово предоставляется депутату Антонову Алексею Васильевичу. Давайте все-таки, если экономически не подкованы вы в этой части, не надо делать какие-то выводы. Уважаемый Николай Николаевич, я когда свое выступление делал, я не назвал вашу фамилию. Вы как-то сразу выскочили. Но я так понимаю, что на буре шапка горит. Вот обычно так это говорят. Поэтому даже сейчас, вот здесь находясь, вы все равно делаете свой бизнес. Это ваша, скажем, совесть, это ваше решение. Делайте, продолжайте, вопросов нет. Но когда вы начинаете нас всех, которые здесь сидят, приводить к какой-то линии, когда нас будут осуждать, вы тоже вспомните тот момент, когда люди, по вашему мнению, начинают нищать, а вы начинаете богатеть. Это тоже факт немаловажный в данной ситуации. И совесть у нас у всех чиста, потому что мы работаем, и мы работаем именно для того, чтобы выйти из этого экономического кризиса. А Юлия Александровна Швакова, когда вам сказала о том, что на данный момент достаточно, она имела в виду, что проработаны эти законы на данный момент. Работа потеряна, сбережений нет. Это все мечты. Это ему кажется. Это бесы страшные картинки рисуют. Которые она сейчас выдвигает. Нам предстоит огромная работа, чтобы дальше работать. Потому что каждый регион уникален. Для Москвы вопрос арендодателей, он важен. Особенно касается недвижимости муниципальной. Для Саратова этот вопрос не важен, потому что арендодатели в основном частные лица. Да что ты, черт побери, такое несешь. Второй блок содержит в себе возможность освобождения полностью на 2020 год от налога на имущество организации арендодателей. Соответственно, это даст нам синергетические эффекты, позволит оказать поддержку не только арендодателям, но и их арендаторам, количество которых составляет 4620 арендаторов. Для Саратова этот вопрос не важен. Я вижу, что уже начал вас раздражать. Александр Сергеевич, подождите. Вы меня будете наказывать за то, что я здесь говорю правду. Я не употреблял матерных слов. Я не переходил на личности. Я говорил, в целом выражал позицию своих избирателей. Я вас уверяю, там за окном ее озвучат с матом, с плевками в лицо. Еще и по роже дадут. Вот так люди реагируют на это. Я в политкорректной форме высказал вам объективное отношение свое к этому вопросу. Вы мне за это предупреждение делаете? Когда рядом депутат Антонов называет меня вором, сам состоя при этом в партии жуликов и воров. Клима ставить негде. Продал, купил и продал дороже весь наш регион. Что-то вы здесь не делаете с таких замечаний, да? Я что-то ничего не понимаю. Это до чего мы спустились-то? Что вы меня в свои три минуты, вы меня лишили возможности выступать, задавать вопросы. Не вносить вопросы в повестку дня. Я законодатель инициативы фактически права лишен. И я теперь не могу свое отношение выразить в политкорректной форме. Прокомментируйте, за что же вы мне сделали предупреждение. Вы не забывайте, что в зале присутствует как мандатная комиссия, так и ее руководитель. В зале присутствует регламентная группа. И они отслеживают все заседание Саратовской областной думы. И вправе дать оценку каждому выступлению и каждому заявлению. Я не вижу смысла мандатной комиссии на каждый вопрос давать свою рекомендацию. Вот вы мне периодически пишите, Николай, ну что вот так нервничать? Ну сердце же не выдержит, да? Зачем столько эмоций? Ну это же сплошной скандал. А как на это спокойно можно реагировать? Они же не просто плюют нам в лицо. Они хотят, чтобы мы им, блин, спасибо что ли за это сказали? Они хотят, чтобы мы гордились, да? Тем, что спасибо, что вы о нас вспомнили. Не важно, справедливо это или нет. Не важно, достаточно этого или это полумера. Мы должны им за это, видимо, сказать спасибо. Вы слышали ее заявление, да? Это, оказывается, достаточные меры поддержки. Они своевременные и очень себе даже нормальные. То, что власть на всех уровнях выделяет нам с вами абсолютно неудовлетворительные подачки в условиях того, что у них огромные ресурсы имеются. И по этому поводу возникают митинги несанкционированные, массовые выходы людей на улицы и возмущения. А в ближайшее время вообще голодные бунты начнутся. И то, что отдельные министры вот эти вот меры и подачки называют нормальными и достаточными, это вполне себе может стать в один ряд с заявлением Натальи Юрьевны Соколовой о том, что макарошки всегда стоят одинаково. Или Гладских, который говорил, государство не просило вас рожать, да? Или Набиева, что маленькие пенсии у алкоголиков, тунеядцев. Давайте сделаем это достоянием всего общества. Придадим этому действительно широкий общественный резонанс, чтобы об этом бардаке узнал каждый гражданин нашей страны. Без вас у меня это не получится сделать, поэтому большая просьба каждому. Помогите репостом, да? Сделайте репост в социальной сети или через мессенджер друзьям отправьте. Это самая лучшая поддержка и эффективный метод борьбы с этим беспределом, да? По-другому это не назовешь. Напишите ваше мнение в комментариях. Может, я не прав, может, действительно меры достаточные. Может, просто министр действительно более ясно смотрит на это все, чем я, да? И здесь нечему возмущаться. Что вы думаете по этому поводу? И обязательно поставьте лайк. На сегодня все. С вами был Николай Бондаренко. Боритесь за свои права.